Если к слепому человек подходит, то лучше дотронуться до руки, чтобы он понял, что это к нему обращается, и спросить, чем вам помочь. Помочь слепым и слабовидящим жителям Владивостока и сделать их жизнь в городе более комфортной – главная цель Инны Вербицкой. Инна потеряла зрение несколько лет назад. Проблемы начались после приема сильных антибиотиков. Затем на девушку напали, от удара по голове она перестала видеть окончательно. Передвигаться по улице без чьей-либо помощи Инна не могла, а правилам обращения со специальной тростью в городе нигде не учили. Существовали центры реабилитации, их было у нас и есть три, но они все находятся не в Приморском крае. Конечно, добраться туда тяжело, есть и другие ограничения, поэтому у меня возникла такая вот идея, и в 2014 году я на самом деле написала проект. Что необходимо учитывать, с какими проблемами и трудностями сталкиваются незрячие и слабовидящие горожане. Инна Вербицкая не только самостоятельно собирала всю необходимую информацию, а также поступила на юридический факультет, ведь получить помощь незрячей девушке оказалось нелегко. Тогда еще у меня также идея пришла, что надо оказывать поддержку людям с ограничениями, инвалидам, бабушкам, дедушкам, которые не могут себе позволить оплачивать юридическую помощь. Реализовать проект и открыть школу «Белая трость» Инни Вербицкой удалось летом 2017 года. Программа обучения включает теорию и практику. Сначала рассказывают о разновидностях тростей, о том, как правильно ими пользоваться. Практические навыки отрабатывают на улицах города. Затем помогают осваивать и маршруты первой необходимости. Это самый сложный этап обучения. Очень ограниченные маршруты, их не очень много можно изучить. И это достаточно долгий и трудоемкий процесс, так как каждый человек воспринимает по-своему информацию. И от этого зависит быстрота обучения, долгота обучения и все остальное. Сложность заключается и в особенностях городского рельефа, и в проблемах, которые зачастую доставляют неудобства даже зрячим горожанам. А для людей слепых и слабовидящих они порой становятся непреодолимыми препятствиями. Всегда почему-то вдоль тротуара, где надо спускаться, переходить на другой тротуар, стоят машины. Если по этому человеку, конечно, он всегда натыкается, и пока он найдет там где-то обходить или что-то, ну, всякое бывает. Семеновская для нас очень сложная для всех тоже категории. Но у нас, наверное, в первую очередь это то, что очень большой там шум. И для нас нет ориентира, так как это площадь ориентиров, по которой мы могли бы самостоятельно передвигаться. В школу «Белая трость» могут прийти и те, у кого нет проблем со зрением. Их учат способом общения и правилом сопровождения слепых и слабовидящих людей. Проводим курсы по информированию любых людей, потому что никто никогда не знает, когда он может встретить слепого. По нам не всегда это видно. Но, зная эти правила, способы общения, это будет способом коммуникации между двумя такими разными категориями, человеком, имеющим все-таки ограничения и не имеющим ограничения по зрению. И будут более легко общаться. Инна Вербицкая на достигнутом останавливаться не планирует. Она подготовила обращение к президенту России, чтобы решить проблемы граждан с ограничениями по зрению при получении проездных билетов к месту лечения. С удовольствием всех женщин города Владивостока, особенно которые не сдаются в трудных ситуациях и борются, поздравляю с 8 марта. Желаю счастья, здоровья. Живосмужчины носили на руках. Но главное, наверное, здоровья. Потому что будет здоровье, все остальное, конечно, будет. Анна Бережная, Станислав Лазебный. Новости на 8.